Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешную. У нас озвучивается новый завес с толкованием блаженного фепелакта и с комментариями. Вот это наше издание «Трехтомник». Здесь дается толкование на откровение по всем святым отцам. И 240 иллюстраций светлых. Даже показать, которые не видели, как это выглядит. Ну вот. Видите как. Без обрезов, полный лист, чтобы как можно больше было. Густавдаре – это лучший иллюстратор Библии. Почему? Потому что у него перспектива сильная. Не скучно. А какие другие, вот там разные рисуют, смотреть не на что. Итак, номер 22. Евангелие от Яна, 19 глава, 12 по 14 стих. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифосротон, а по-еврейски – Гаафа. Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестой. Толкование Блаженов и Филакта. Господь устрашил Пилата этими словами и представил ясное себе оправдание. Если бы я не предал сам себя добровольно, если бы отец не допустил всего, то ты не имел бы власти надо мной. Грех и на тебе, а еще больше на предавшем меня, Иуде, или и на народе, потому что он приложил к болезни ран моих, болезнь новую, и не вспомнил долго сотворить милость, но нашедшим меня безответным и беспомощным, предал на крест. Не постыдился даже и того, что я из столь многих судилищ вышел невинным, но кричал «Распни! Распни!». Итак, когда Господь этими словами устрашил Пилата, он с всего времени еще более искал отпустить его. Иудеи же, так как уличены были клевете, что он сам себя выдает за царя, не успели и в том, что сослались на свой закон. Ибо Пилат с этого времени еще более убоялся и пожелал отпустить его, чтобы не раздражить Бога. А опять прибегают к чужим законам, и Пилата как бы изливого устрашают. Ибо как увидели, что он с благовением опасается, как бы осуждая Иисуса, Сына Божия, не согрешить, они наводят на него страх от кесаря, и оговоривший Господа в похищении царской власти, угрожает Пилату, что он оскорбит кесаря, если отпустит восстающего против него. И где он пойман в похищении царской власти? Чем вы это докажете? Порфирой? Диадемой? Войнами? Но не все ли у него бедно? И одежда, и пища, и дом? Дома даже и нет. Но как мало мужества в Пилате, когда он счел опасным для себя оставить такое обвинение без исследования. Он выходит, как бы с намерением следовать дело. Сел на судилище. Между тем, не сделав никакого исследования, предает его, думая тем, преклонить их. Евангелист Марк говорит, что когда Христа распяли, был час третий, Марка 15-25. А Иоанн говорит, что тогда был час шестой. Как же это? Марк ясно, несомненно, означил час приговора о распятии Господа. Ибо говорит, что судьи распяли и казнились с того времени, в которое они произнесли приговор, потому что на словах он получил силу наказания смерти. Посему Марк говорит, что он распят третий час, тот, в который Пилат произнес приговор. А как Марк замечает время приговора, то Иоанн записал час, в который распяли Господа. Притом смотри, сколько многое совершено между приговором Пилата о распятии и чем часом, в который Господь вошел на крест. Отпустив Вараву, он бичевал Иисуса и решительно предал его на распятие. Ибо отпущение Варавы было осуждением Господа. Войны насмехаются. И смотри, сколько времени пошло бы на продолжительное смеяние. Пилат вывел его, беседовал с иудеями. Опять входит и судит Иисуса. Опять выходит и разговаривает с иудеями. Все это могло занять время от третьего часа до шестого. Посему Иоанн, с точностью изложивший это, как следивший за всем, упоминает о шестом часе, когда Пилат предал совершенно, чтобы был распят. Уже не беседовал с иудеями, но осуждая Иисуса, но произносил окончательно решение о нем. Если кто скажет, для чего, еще около третьего часа произнесший приговор о распятии, опять хотел отпустить его. Во-первых, пусть знает таковой, что принужденный толпой он произнес приговор. Потом он смущен был сном жены, ибо она призастерегала его. Не делая ничего сему праведнику. Матфея 27, 19. Посему нисколько не должно быть важно для нас, что евангелисты, по-видимому, не совершенно согласны друг с другом, если даже, допустим, это разногласие. Но смотри, не все ли они сказали, что Иисус был распят, а что отчасти говорят, один, что это был третий, а другой шестой, то вредит ли это скольмуть истине? Но весьма достаточно доказано, что разногласия даже и нет. Иоанна 19, 15 по 18 стих. «И сказал Пилат Иудеям, «Сей царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Перед священниками отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Толкование, блаженок Филакта. Мы много раз говорили, что Пилат более слаб и боязлив, чем злостен. Вот и теперь, смотри, делал он, пройдет вид исследований суда, а во всем действует слабо. «Сей, — говорит, — царь ваш!» Ни Иисуса не осуждает, ни иудеев прямо не обличает, но как бы прикровенно упрекает их клевете. «Вот, — говорит, — какого человека вы оговариваете в домогательстве царства над вами, человека бедного и не думающего искать этого, а обвинение ложное. Ибо что у него свойственного похитителю власти? Войны? Богатство? Благородство? Сей, — царь ваш! Что польза, если вы убьете его, человека, который не может причинить ни малейшего вреда? Так говорит Пилат, но без настойчивости и твердости и без борьбы за истину. А они говорят, «Возьми, возьми, распни!» Вынуждают и требуют креста, потому что желают предать Христу дурную славу. Ибо такая смерть была самую позорную и проклятую, как сказано, «Проклят всякий, висящий на дереве». Второзаконие 21.23 А не знали они, что как деревом было падение, так древом будет и исправление. Примечает то, как они сами заявляют, что у них нет иного царя, кроме Кесаря, и через то сами добровольно подчиняются власти римлян и отторгаются от царствия Божия. Посему Бог предал их римлянам, которых они назвали царями... Сами, слово «сами» назвали, пропустил. Сами назвали царями, отрекшись от промышления и покровительства Божия. Тогда, наконец, он предал его им. Безумный! Надлежало бы исследовать, мог ли он действительно присвоить себе царскую власть, а ты предаешь его, уступаешь по страху и заканчиваешь суд образом недостойным мужа. Неся крест свой, он вышел. Так как они прикосновения к крестному древу считали делом бесчестным, то на него, как уже осужденного и проклятого, и возлагает проклятое древо. Примечает то, что это совершается согласно светкозаветным прообразом. Как там Исаак, неся дрова шел на заклание, так и здесь Господь идет, неся крест. И как был воин какой, несет оружие, коим не спервергает своего противника. Что Исаак служил образом Господа, это ясно. Исаак значит смех или радость. Кто же иной соделался на нашу радость, как не тот, кто через ангела при самом зачатии подал естеству человеческому радость? Ибо благовестие, которое услышала Дева, приняло все естество человеческое. Отец Исаака, Авраам, значит отец многих народов, и есть образ Бога всех, который есть отец иудеев и язычников, по благоволению и определению которого сын его несет крест. Только в Ветхом Завете дело ограничилось произволением Отца, так как то было преобразование, а здесь исполнилось на самом деле, потому что это была истина. Может быть еще сходство. Как там Исаак был отпущен, а заклан агнец, так и здесь божеское сество прибыло бесстрастно, а заклана человеческое сество, которое называется ангцем, как рождение заблудшей овцы, Адама. Как же другой евангелист, Марка 15, 21, говорит, что нести крест заставили Симона? Было то и другое. Вначале Господь пошел, сам неся крест, так как этим древом все гнушались и не позволяли себе даже прикоснуться к нему. А когда вышли, встретили Симона, идущего с поля, и тогда древо это возложили на него. Место сие назвали Лобное место, где хранилась молва, что тут погребен Адам, дабы, где было начало смерти, там же совершилось, и упразднение ее. Ибо есть предание церковное, что по изгнанию человека из рая первым жилищем его была Иудея, данное ему утешение после райского блаженства, как страна лучшая и обильнейшая всех прочих. Она-то первая приняла и мертвого человека, а после потопа Ной передал все сказания об этом. Посему и Господь принимает смерть там, где источник смерти, дабы иссушить онный. Распинает с ним и двух других. Иудеи желали этим пустить дурную молву, будто и он разбойник. Между тем невольно исполняет этим пророчество, которое говорит, их злодеем причтен был. Исайя 53, 12. Примечай же премудрость Божию, как она обратила к славе Господа то, что они делали бесчестью его. Ибо он на самом кресте спас разбойника, что не менее чудно, еще более доказывает божество его. Ибо прославился один только он, хотя вместе с ним распяты были и другие. И это не сделалось бы, если бы он был виновен и нарушитель закона, но не был сам выше закона и судей беззаконы. Иоанна 19, 19-22 стих. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было, Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Переосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Толкование. Пилат пишет тетло на кресте, то есть вину, надпись, объявление. В надписи обозначалось, чей крест. Итак, Пилат делает эту надпись с одной стороны, для того, чтобы отомстить иудеям за то, что они не послушались его, и показать злобу их, по которой они восстали против своего собственного царя, а с другой для того, чтобы защитить славу Христа. Они распяли его с разбойниками, желая бесчестить имя его. Пилат объявляет, что он был не разбойник, но царь их, и это объявляет не на одном, но на трех языках. Ибо, естественно, было бы предполагать, что по причине праздника с иудеями пришло много и язычников. Высший евангелист, 12 главы 22 по 21 стих, упоминает о некоторых елинах, пришедших видеть Иисуса. Итак, чтобы все знали о неистости иудеев, Пилат возвестил о нем на всех языках. Иудеи завидовали Иисусу и тогда, когда он был распят. Ибо что говорят? Напиши, что он сам говорил. Ибо теперь надпись представляется общим мнением иудеев, а если будет прибавлено, сам себя назвал царем, то вина будет в его дерзости и гордости. Но Пилат не согласился, а остался при прежнем мнении. Посему и говорит, что я написал, то написал. Впрочем, здесь устроится нечто другое, важное. Так как три креста, залитые в землю, будут лежать в одном и том же месте, то чтобы не осталось безызвестным, который из них крест Господа, устроилось так, что он один только имеет тетло и надпись. Тетло и надпись. И по этому признаку может быть узнан. Ибо кресты разбойников не имели надписей. Надпись, сделанная на трех языках, дает намек и на нечто высшее. Именно. Показывает, что Господь есть царь любомудрия деятельного, естественного и богословского. Римские буквы служат образом деятельного любомудрия. Ибо власть римлян самое мужественное и деятельное в деле военном. Греческий – образ любомудрия и естественного, ибо греки занимались изучением природы. Еврейский – богословского, ибо евреям вверено в богопознание. Итак, «Слава тому, кто через крест явил себя имеющим такое царство, кто и мир победил, и нашу деятельность укрепил, и подает познание природы, и через он ее вводит во внутреннейшие завесы собственное знание и созерцание, то есть богословие». Иоанна 19, 23 по 24 стих. «Войны же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании». «Разделили ризы мои между собою, и об одежде мои бросали жребий». Псалом 21, 19. Толкование. «Чем дьявол лукавит, в том исполняется пророчество. И смотри истину. Распятых было трое, и однако же речи пророков исполняются на нем только одном. И заметь точность пророчества. Пророк сказал не о том только, что они разделили, но и о том, что не разделили. Прочие одежды они разделили на части, а хитон нет. Но дело о нем предоставили жребию. Слова тканы сверху прибавлены также не без значения. Но одни говорят, что сими словами иносказательно выражают, что распятый был непростой человек, но имел и свыше божество. Некоторые же говорят, что евангелизм описывает самый вид хитона, так как в Палестине, соединяя два куска материи, то есть два полотна, ткут одежды, употребляя вместо шва тканье. То иоанн, чтобы показать, что таков именно был хитон, сказал, что он весь ткан и сверху, то есть соткан от начала и сверху вниз, донизу. Указывают этим же замечанием на бедность одежды христовых. Иные же говорят, что в Палестину ткут холсты не так, как у нас. У нас сверху находится основа и уток, а полотно ткется снизу и таким образом идет кверху. Там напротив основа находится снизу, а ткань ткется сверху. Таков, говорят, был хитон Господа. Без сомнений здесь является таинством. Тело Господа соткано свыше, ибо Дух Святый пришел и сила Всевышнего осенила Деву. Луки 1.35 Ибо хотя Он принял долую сущее и падшее вещество человеческое, но плоть божественно образована и соткана с Вышней благодатью Святого Духа. Итак, Святое Тело Христа, разделяемое и раздаваемое в четырех частях мира, пребывает неразделимо. Ибо будучи уделяем каждому поодиночке и каждому освящая своим телом, единородной своей плотью всецело и нераздельно обитает во всех. Ибо будучи везде, Он никак не разделен, как и апостол Павел взывает 1 Кориффеном 1.13 Ибо сколько бы много раз я не обольстился текущими благами, я все-таки знаю, что они текущие, знаю и качество и существо обманчивых и приходящих вещей. Иоанна 19, 25 по 27 стих Так поступали войны. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей «Жена, си Сын Твой!» Потом говорит ученику «Си Матерь Твоя!» И с этого времени ученик Сей взял ее к себе. Толкование «Воины действовали по своему неразумию. Он печется о матери, научая нас до последнего издыхания прилагать всякое попечение о родителях. И смотри, тогда как тут находятся и другие жены, он заботится об одной только матери. Ибо на родителей, препятствующих в деле богопочтения, не должен обращать внимания, а о таких, которые не препятствуют, нужно всячески заботиться. Так и вот, так как сам отходит от жизни, и матери и сестру было скорбеть и искать покровительство, поручает попечение о ней ученику. Евангелист скрывает свое имя по скромности. Ибо если бы он хотел хвалиться, то представил бы и причину, по которой был любим, и вероятно она была какая-нибудь великая и дивная. Ах, как он почти ученика, делая его своим братом. Так хорошо пребывание со Христом, страждущим, ибо оно приводит в братство с ним. Подивись, как он на кресте все творит без смущения, заботится о матери, исполняет пророчество, отверзает разбойнику рай, между тем, как прежде, распятие испытывает душевное томление, источает пот. Ясно, что последнее принадлежит человеческому естеству, а первое силит божеской. Да посрамятся Маркион и все прочие пустословившие, будто Господь явился миру призрачным. Ибо если он не родился и не имел матери, то для чего он прилагает о ней столь великое попечение? Почему Мария Клеопова называет сестрой матери его, тогда как Иоаким не имел другого чадо? Клеопа был брат Иосифу. Когда Клеопа умер бездетным, то в сказании некоторых Иосиф жену его взял за себя и родил брату детей. Одна из них упоминаема теперь Мария. Она называется сестрой Богородицы, то есть родственницей. Ибо Писание имеет обыкновение называть сродников братьями. Например, Исаак говорит Аревекке, что она сестра ему, хотя она была женой его. Так и здесь мнимая дочь Клеопой называется сестрой Богородицы по родству. В Евангелях являются четыре Мария, одна Богородица, которую называют матерь Иакова Иосия, ибо они были дети Иосифа, родившиеся от первой его жены, может быть, жены Клеоповой. Богородица называется матерью их, как мачеха, ибо ее считали женой Иосифа. Другая Магдалина, из которой Господь выгнал семь бесов. Третья Клеопова и четвертая сестра Лазаря. Итак, ученик себе взял Марию к себе, ибо чистое верено чистому. Смотри, как женский пол тверд в бедах, а мужчины все оставили Господа. Подлинно пришел тот, кто слабое укрепляет и уничиженное приемлет. Иоанна, 19 глава, 28 по 30 стих. После того, Иисус, зная, что уже все завершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд полный уксуса. Войны, напоившие уксусом губку и наложившие на истоп, поднесли к кустам его. Когда же Иисус кусил уксуса, сказал, совершилось. И, преклонив голову, придал дух толкования. Ибо кончина для тела его наступила не прежде, как сам он восхотел. И он восхотел после того, как все исполнил. Говорит, жажду. И в этом случае опять исполняет пророчество. А они, высказывая злодейский нрав свой, напояет его уксусом, как они делали с преступниками. Ибо Иссоп для того и прилагается, что он вредоносен. Некоторые же говорят, что Иссопом называется трость, ибо такова вершина трости. Губку приложили к трости, потому что уста Иисуса были высоко, и таким образом исполнилось пророчество, говорящее, во время жажды моей напоили меня уксусом. Псалом 68, 22. После напоения он сказал «Совершилось». То есть и это пророчество со всеми прочими сбылось, ничего не остается, все кончено. Он все творит без смущения и с властью. Это видно из последующего. Ибо когда все совершилось, он, преклонив голову, так как она не была пригвождена, предал дух, то есть испустил последнее дыхание. С нами бывает наоборот. У нас прежде дыхание прекращается, а потом глава преклоняется. Он же прежде преклонил главу, а потом испустил дух. И всего это ясно открывается, что он был Господь смерти и все творил по своей власти. Иоанна 19, с 31, но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распитого с ним. Но пришедших Иисусов, как увидели у умершим, не перебили у него голени, голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и точно стекла кровь и вода. Толкование. Господь предал дух Богу и Отцу, чтобы показать, что души святых не остаются в гробницах, но встекают в руки Отца всех, а души грешных не извлекаются в место мучения, то есть в ад. А те, кои поглощают верблюда и отцеживают комара, столь великое злодеяние, высказывают особенно заботливость о дне. Для чего они просят, чтобы перебиты были голени? Для того, чтобы, если останутся живы, были неспособны к делу, ибо они были разбойники. Итак, они не хотели являться в день праздника мстителями и убийцами. Здесь за раз исполняются два пророчества, как далее говорит евангелист. Хотя они сокрушили голени Иисуса, однако же в угоду иудеям пронзает его, и вытекает кровь и вода. И это удивительно. Они думали наругаться и над мертвым телом, но поругание обращается им в чудо. Достойно удивления то, что из мертвого тела вытекает кровь. Впрочем, иной из недоверчивых скажет, что, вероятно, в теле было еще сколько жизненной силы. Но когда и вода вытекла, то чудо непререкаемо. Неспроста это случилось, но потому, что жизнь в церкви начинается и продолжается посредством всех двух вещей. Водою мы рождаемся, а кровью и телом питаемся. Итак, когда приступаешь к чаше общения к крови Христовой, так располагай себя, как бы ты пил из самого ребра. Примечай, пожалуй, и то, как посредством прободенного бедра врачуется рана ребра, то есть Евы. Там Адам уснув лишился ребра. И здесь Господь уснув дает ребро войну. Копье войны есть образ меча обращающегося и выгоняющего нас из рая. Бытье 3.24 А как все вертящееся и не останавливается в своем движении, да коли не удается обо что-нибудь, то Господь показывает, что Он оставит тот меч, мечу война подставляет свое ребро, чтобы нам ясно было, что как ребро война, природившееся ребру остановилось, так и пламенный меч остановится и не будет уже страшить своим вращением и возбранять вход в рай. Да постыдятся ориане, которые в таинстве притещения не соединяются воды к вину, не присоединяют, ибо они, как кажется, не веруют, что из ребра вытекла и вода, что удивительнее, но веруют, что вытекла одна кровь, и тем уменьшает величие чуда, ибо кровь показывает, что распятый человек, а вода, что он выше человека, именно Бога. Иоанна, 19-й глаз, 35-й по 37-й стих. И видевший засвидетельствовал истинно свидетельствует его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили, ибо сие произошло да сбудется Писание, кость его да не сокрушится, исход 12-46. Та же и в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили, Захария 12-10. Толкование. Не о других говорит, я слышал, но сам тут был и видел, истинно свидетельство мое. Справедливо замечает это. Он повествует о поругании, а не о чем-нибудь великом и достаточно честном, чтобы тебе заподозревать и у это сказание. Для того, говорит, я подробно описываю это, и не скрываю, по-видимому, бесчестное, чтобы вы верили, что все это несомненно истина, а не составлено в чью-нибудь пользу. Ибо кто говорит в чью-нибудь пользу, тот выставляет более славное. А как Моисея считали достовернее его, то он и его приводит свидетелей, что Моисей сказал об ангце, закрываемом в Пасху, кость не сокрушится, исход 12-10. То по объяснению евангелиста исполнилось на Христе, ибо тот агнец был образом его, и много сходным между ним и истинною. Исполнится и другое пророчество говорящее, возрядно того, кого пронзили. Захария 12-10. Ибо когда он придет судить, тогда увидят его в лучшем и боговиднейшем теле, и пронзившие узнают его и восплачивают. Сверх всего это дерзкое дело врагов Иисусовых для неверующих будет верой и доказательством, как, например, для Фомы, ибо он удостоверился в воскресенье через осязание ребра. Итак, кость не сокрушится у Иисуса, а ребро его проливает нам источники бытия и жизни. Вода источник бытия, ибо мы через нее становимся христианами, а кровь жизни, ибо мы ею питаемся, и Слово Божие есть ангнец, вкушая его от головы до ног, голова божества, ибо она глава, и ног плоти, ибо она самая низшая часть, еще и внутренности его, то есть тайна и сокровенная, с благовения принимая в пищу, мы не сокрушаем костей, то есть трудных для понимания и возвышенных мыслей, ибо чего не можем понять, того мы не сокрушаем, то есть не стараемся понять худо и с извращением, итак, когда здраво понимаем, тогда не сокрушаем, ибо божественное сохраняем в целости, а когда будем усиливаться понять и принимаем еретическое понимание, тогда сокрушаем и ломаем твердые и недоступные мысли, такие предметы, то есть неудобо понятные, надо нажечь огнем, то есть предавать духу, и он обделает и утончит их, потому что он постигает все и глубины Божьи, 2 Калифином 2,10 все на этом сейчас заканчиваем это, и там нас он вызывает уже и